Сейчас здесь хранятся карточки в коробках, которые готовятся к переезду. Похоже, к смене прописки в диспансере только карточки и готовы. Лечебницу для больных туберкулезом переносят со вторчермета на сибирский тракт. Случится это уже на следующей неделе, однако пациенты категорически против. Путь не близкий и опасный. В первую очередь для здоровья горожан, которых они могут заразить по дороге. Отдаленность всех этих районов, как бы, ну, сложновато будет добираться с тремя-четырьмя пересадками на дублер сибирского тракта. У людей, у которых ограничены какие-то по здоровью, есть ограничения по финансам, то есть есть инвалиды. Все эти больные вынуждены посещать диспансер ежедневно. Здесь они делают снимки, сдают анализы и получают лекарства. Большинству пациентов после переезда все это станет недоступно. Ведь сейчас они добираются пешком. Пациенты, конечно, это пересадки, потому что все-таки у нас малые мушки в основном. А потом, кто-то, как обязанное, говорят, приезжают. По официальной информации, причина закрытия – аварийное состояние здания. Но пациенты, говорят, не жаловались. В отделении есть необходимое оборудование, лаборатория и специалисты. Их перемены тоже коснутся. На новое место работы, по слухам, возьмут не всех. Медсёстам предлагают работать с посудомойками и уборщицами, дворниками, в других тубдиспансерах. Однако главный фтезиатор области спешит успокоить и пациентов, и коллег. Речь о закрытии диспансера не шла и не идет. Часть пациентов мы отправляем сюда, на новую базу. Но зато здесь есть все необходимые методы. Европейская поликлиника. На 18 тысяч посещений можно за один день пройти практически всех специалистов. Больных туберкулезом с бактериовыделением мы ездить в общественном транспорте не заставляем. У нас уровень госпитализации, открою вам страшную тайну, 95%. Все больные бактериовыделители госпитализируются. Но местных все равно смущают объявления в диспансере. У Чкаловского отделения с апреля новый адрес. Сотрудникам остается только надеяться, что переезд не навсегда. В понедельник будет все ясно. Оставят нас здесь на какой-то период еще. Смогут они сделать, можно ремонт какой-то могут сделать. Мы сегодня по вентиляции приезжали, смотрели, как ее восстановить. Стоит отметить, что пару лет назад на Сибирский тракт уже перевезли два районных отделения. Поэтому не исключено, что пациентам с туберкулезом все-таки придется ездить на прием через полгорода на общественном транспорте. Евгения Лемесева, Сергей Лысак. Главные новости Екатеринбурга. Продолжение следует...